По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Алло, это телевидение? Да, у нас в Самаре открылась удивительная выставка оптических иллюзий. Приезжайте скорее, мы хотим об этом поведать миру. Полежать в ванной с видом на море, посидеть в пасти дракона, почувствовать себя гигантским пауком, побродить в темной-темной комнате с сусликом. Проект «Мир наизнанку» придется по вкусу самым бесстрашным самарцам с хорошей фантазией. Очень понравилось, было интересно, немного страшно. Тут очень высоко, ну, конечно, не очень удобно. Это пространство полностью меняет ваше представление об окружающем мире. Экспонаты можно не только рассмотреть и потрогать, но и проверить на себе, пытаясь разгадать необычные эффекты. Здесь что-то говорит, какая-то женщина, ощущения, конечно, здоровские. Вообще, первый раз у нас такая выставка, потому что я являюсь еще сотрудником этого музея. Выставка у нас впервые. Пока что прошла всего лишь две, так скажем, экспозиции. Уже завораживает, что же дальше. Очень интересно. Секретная информация для всех тех, кто сейчас нас смотрит. Посвящается всем тем, кого в детстве дразнили Юлия Кастрюля. Я нашла свое призвание в этой жизни. Я с вами прощаюсь. Это был мой последний репортаж на благо великой телекомпании «Самара Гиз». До встречи. Оптические, тактильные и звуковые иллюзии по-новому помогут вам ощутить удивительный феномен человеческого восприятия. И взрослые, и дети с удовольствием проверяют все на себе. Самый замечательный экспонат, который у людей вызывает больше всего эмоций, это тактильный домик и перевернутая комната. И вот вы также можете полежать с кем-нибудь из своих друзей в ванне. Над десятком уникальных объектов вместе трудились российские художники и ученые, в том числе научные сотрудники МГУ имени Ломоносова. Поиграть со своими ощущениями. Что может быть интереснее? На самом деле, впервые в жизни пишу стендап в таком состоянии. В теле такая приятная легкость образовалась. Но вот такая вот голова на блюде получилась у меня. Что случится с вами на выставке оптических иллюзий «Мир наизнанку» приходите и узнайте сами. Выставка продолжит свою работу до 13 мая. В понедельник выходной. Юлия Черняева, Константин Головин. События.